В Ильичевск в храм Божьей Матери с поручницей грешных прибыла байтальская икона Божьей Матери, которая будет находиться в нашем городе до субботы. В церкви в селе Байтал и Ананевского района Одесской области образ Богоматери был подарен в 2005 году, когда восстанавливался храм Рождества Пресвятой Богородицы. Люди сохранили этот образ и когда церковь стали восстанавливать, батюшки пожертвовали на приход. Батюшка ее повез в Киево-Печерскую лавру. В Киево-Печерской лавре ей определили реставратор, что ей 180-200 лет. Это чудотворный образ. Он стал привлекать сразу людей. Люди стали прикладываться, просить и получать всевозможное исцеление и помощь. Село Байталы привлекает православных верующих и святыми местами. В селе Байталы строится женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Когда-то монастырь находился на территории, сейчас у нас там находится источник царственных мучеников, 800 метров от храма. Там когда-то был монастырь. Турки монастырь полностью разрушили. На том месте батюшка построил источник царственных мучеников, купель с полным погружением. Это действующий источник, купель с полным погружением. Всех приглашаем приехать, покупаться. Икона Адегитрии Байтальской путешествует по Одесской области для поклонения верующих и сбора средств для строительства женского монастыря. Чудотворный образ Пресвятого Богородицы Адегитрия в переводе означает «потиводительница». И это для нас является ничеменным, как «потиводительница» нашей жизни. Поэтому каждый приходящий сегодня в храм или жители Речевка могут себе взять на пример и взять для вразумения, как нужно, пример для жизни, для подражания. Кроме того, по благословению митрополита Агафангела, этот чудный образ посещает многие храмы Одесской епархии и собираются прожертвования для строительства женского монастыря. Это очень важное, богу угодно дело. Казалось бы, какое отношение имеют Ильичевцы к Байталам? Очень большое отношение и очень прямое отношение имеют. Молитва совершается везде. Здесь мы трудимся, а кто-то неусыпно за нас молится. И наши пожертвования, наши вклады, которые мы ведем в строительство благое дело, принесут обязательный плод, как в нашей жизни, так и, конечно, во всеобщем воскресении нас из мертвых. Христос воскресе, воистину воскресе! Образ Дегитрии Байтальской пробудет в храме Божией Матери с поручницей Грешной до 16 часов 28 апреля. До новых встреч! Продолжение следует...